так парни здорово сегодня 9 марта 2016 года значит ровно год назад я в этот день повесил на машин номера 8 марта я выкатил ее салона и 9 повесил сегодня у нас такое промежуточное видео будет вкратце расскажу сейчас планы значит смотрите в субботу в эту я записался на то соответственно поедем дилеру сделаем тушечку покачаю за диски потому что по дискам я ему уже позвонил сказал там есть претензии таки мы не в курсе мы не знаем это вот автоспец центр официальный дилер где покупал машину вкратце пояснил то что уже по россии меня это в регионах меня это уже парни вам фото отчет присылают соответственно он сказал ну не вопрос что приезжайте мастер будет то есть посмотрим покажем расскажем вот и после этого поедем ставить навигацию все человека списался 12 марта будем ставить навигацию то есть будет навигация вот и соответственно все это застимим расскажем воскресенье выпустим скажем так дневник mazda 6 где про все это я постараюсь кратко так подробно интересненько рассказать значит о чем сейчас поговорим про расход топлива про расход топлива про бензин частенько пишет сейчас народ вообще давно уже пишет то есть постоянно так будут дать один и тот же вопрос возникает машине говорят нужно ли 95 бензин зачем ты лишь 98 мол он плохой и постоянно говорят чуть я правда там расход 8 литров сейчас я вам это просто покажу расскажу и докажу начнем вот с чего пятьсот двадцать два километра я проехал запас хода 214 километров сейчас мы поем на заправочку я заправлюсь до полного сделаем простой расчет я вам прям покажу как я считаю как принципе все считают но и вы наверняка также можете читать и посмотрим какой покажет расход машина говорит мне о том что средний расход у нас 7 8 что в принципе правда хотя недавно было 8 и 1 вот ну поехали на заправку сейчас заправимся для начала потом уже обо всем остальном поговорим так значит вот мы на заправочке заправляемся все одна газпроме не потому что я считаю что здесь топливо лучше а просто потому что мне здесь удобней у койл да тема классно но мне ближе здесь и кстати у меня в городе на лукойле нет 98 значит смотрите что вам сейчас покажу и идем смотреть вот читайте внимательно на английском языке написано переводится это в принципе как любое топливо не ниже с октановым числом не ниже 95 если мне не верите можете почитать в мануале там прям черным по белым написано что любое топливо с октановым числом не ниже 95 что значит что 92 нельзя а 98 можно вот сейчас мы его и зальем так парни вот все я заправился на смотрите залили мне 41 литр с копейками то есть накруглим даже пусть 42 литра я проехал 530 километров а что мы делаем мы берем 43 мы залили литра делим на километраж 5 целых три десятых это важно не 535 целых три десятых нажимаем у нас получается расход 8,1 литра то есть в принципе это мой реальный расход вот ту же самую процедуру я рекомендую сделать вам вы поймете то есть ваш реальный расход сбрасываем счетчик на ноль сейчас уже вот вы также сбрасываете проезжаете какой-то километраж приезжайте на заправку заливаете до полного и вот по такой же схеме вы считаете а значит зачем я теперь все это рассказывал часто пишут мне о том что точно такая же мазда 2 литра и у них никак расход меньше 9 литров там или меньше 10 литров не падает то что у них постоянно расход там 95 11 литров так далее парни я подчеркиваю я живу в таком городе московской области где пробок в принципе нету то есть я всегда на ходу я сюда езжу они коня останавливаюсь более того я не езжу там с газом в пол добывайте нажимаем это бывает крайне редко просто некоторые бывают то есть постоянно разгоняются постоянно ускоряются тормозят опять разгоняется так далее я езжу в принципе нормально у меня средний расход мы вот обычно 7,9-8 целых одна десятая литра дальше что касаемо бензина айна и пишут такой бред вот извини за выражение когда мне говорят о том что в мазду 6 нужно заливать только 95 никакого больше откуда вы берете эти цифры я не знаю потому что я беру им при цифры из того же самого руководства вот и открываем мануал читаю и там написано я вам уже сказал что любое топливо с октановым числом не ниже 95 то же самое написано на лючке бензобака я вам только что это показал 98 бензин отличается 95 чем то что октановым число выше он в принципе одинаковый он как бы извиняюсь за счет чего за счет того тоже добавляются присадки но 98 бензин все прекрасно знают что лучше горит даже в некоторых автосалонах я давно еще помню друзья даже рассказывал одного друга audi есть вот он говорит то что ему там принципе рекомендуется по весне если ездишь на 95 говорят залей пару раз до полу 98 и дай машине что называется просраться погоняйся то есть как бы что-то там чистит но в целом я почитал там интернет их статьи пообщался с одним грамотным человеком который работает в нефтянке принципе в топливу разбирается он сказал что ничего там особо не чистится но если постоянно ли 98 бензин то меньше идет нагар то есть свечи проживут дольше и так далее то есть техническую часть что там как там сгорает я вам рассказывать не буду во первых я сам не не акт ну не хорошо разбираюсь и во вторых вы можете эти статьи почитать в интернете все в открытом доступе просто прям пишите чем отличается 98 95 вы все прям найдете топ-10 статей они в целом все одинаковые то есть все про одно и то же вот но суть в том что 98 бензин никак не напредит вашему автомобилю а только лишь ему поможет это однозначно все вопрос будем считать закрытым если кто-то считает что я где-то ошибся или что-то неправильно сказал парни пишите ваше мнение в комментариях задавайте вопросы только старайтесь быть там как-то если что-то неправильно то пишите что неправильно а не так что все дерьмо все говно говно обзор вот более того все ваши комментарии вопросы все читаю соответственно был в курсе что херовый звук у нас заказал хороший звук сейчас микрофон заказал свет соответственно также если у вас есть какие-то вопросы какие-то пожелания на видео пишите в комментарии обязательно буду смотреть читать снимать под вас видосы потому что в принципе канал делаю не я канал делаете вы если бы вы ничего не смотрели соответственно я бы ничего не снимал так как 123 10 человек говорят то что нормально продолжать соответственно парня снимать и буду тем кому не угодил что-то не так сказал мать угнулся еще что-то высказывайте ваше мнение обязательно прислушаюсь то есть когда оно такое обоснованное что нужно исправить то-то либо там убрать слово паразита такое-то естественно читаю за это даже очень буду благодарен и будем исправлять поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки в ближайшем времени будет подробный отчет за год эксплуатации автомобиля всем до новых встреч